Всем привет! Сегодня займусь приготовлением полуфабрикатов в заморозку. Если вам, как и мне, тяжело стоять возле плиты после работы, то такие заготовки будут весьма кстати. Домашние полуфабрикаты в полтора раза дешевле, да и вкуснее, чем в магазине. Итак, приступим! Начинаю я с разделки курицы. Для заготовок я купила трех кур, но они оказались не совсем удачные, к сожалению. Больше эту марку я не возьму. Куры оказались необработанными внутри, и у них присутствовали легкие сердце и даже желудок. Пришлось вычищать самой. Разделываю я самым обычным способом, по суставам. Но на всякий случай внизу оставлю ссылку на видео, которое называется бюджетная разделка кур. Субтитры сделал DimaTorzok Я разобрала куриные запчасти и приступаю к приготовлению куриных бедер в греческом соусе. Для этого блюда нужны бедра, йогурт 200 грамм греческий, оливковое масло 2 столовые ложки, чеснок 1 зубчик, соль, перец по вкусу и приправа орегано 1,5 чайной ложки. Полный список продуктов я буду оставлять вам под видео. Все смешиваю, складываю бедра в фольгированную форму из фикс прайса, в которой в дальнейшем я буду их готовить. Хорошо перематываю пищевой пленкой и отправляю в заморозку. Второе блюдо это голени в лимонно-розмариновом маринаде. Все ингредиенты также смешиваем, натираем получившимся маринадом бедра, укладываем их в форму или пакет и отправляем в заморозку. Здесь я использую розмарин. Если вы эту приправу не любите, замените ее любой другой приправой, например, хмели-сунели, либо карри, или приправой курицы. Следующим блюдом будут крылья в соевом маринаде. Смешиваем соевый соус, чеснок, мед, кунжут, натираем этим составом голени и отправляем в икеевский пакет с зип-застежкой. Секрет отличной заморозки заключается в правильном хранении. Постарайтесь все плотно закрывать и упаковывать. Из пакетов удаляйте лишний воздух. Многие блюда перед приготовлением вообще не нужно размораживать. Это касается тех блюд, которые вы хотите запечь в духовке. Сразу доставайте из морозилки, укладывайте в форму и отправляйте в духовку. Если же блюда требуют жаркие, например, котлеты, то они прекрасно размораживаются на верхней полке в холодильнике. А я тем временем приступаю к приготовлению котлет под шубой. Для придания им одинаковой правильной округлой формы я использую обычную капроновую крышку. Если у вас есть для этого специальная форма, вы можете использовать ее. Смазываю кисточкой внутреннюю часть подсолнечным маслом, затем забиваю крышку фаршем плотно и вытряхиваю котлету на ладонь. Готовим соус. Смешиваем кетчуп, майонез и чеснок. Этим соусом будем смазывать котлеты. Затем выкладываем по кружку помидор и сверху сыр. Можно было, конечно, еще зелени добавить, но у меня ее, к сожалению, не оказалось. Оставшееся мясо сразу разделяю на удобные мне части. Режу кусочки на гуляш, на мясо по-французски, на плов и просто куском, ну, например, на салат отварить. Все складываю по зип-пакетам и в морозилку. Субтитры сделал DimaTorzok Пришло время голубцов. Последнее время стала делать голубцы вот так, треугольником. Удобнее хранить и варить. Оставлю ссылочку, где объясняла, как правильно их заворачивать, но вообще-то тут нет ничего сложного. Вспомните, как покупали семечки у бабушек. Вот именно так сворачиваем кулек, внутрь фарш, а края кулька заворачиваем вовнутрь. У меня остался фарш с рисом. И я люблю тефтели. А вообще-то моя мама называет их ежики. Пока мой любимый помощник по кухне, планетарный миксер Oberhof, замешивает мне тесто. Я занимаюсь начинкой для мантов. В нашей семье любят манты с куточкой и фаршем. Картошку я тру на крупной терке, как на драники. Затем промываю ее от лишнего крахмала и смешиваю с фаршем. Забыла добавить, что фарш у меня готовый, то есть там уже присутствует лук, соль и перец. Сегодня леплю ленивые манты или манты-розочки. Раскатываю тесто. Здесь, конечно, не обошлось без помощи мужа. Затем режу тесто на полоски, выкладываю фарш, делаю несколько защипов и скатываю в аккуратный цветочек. Попробуйте, получается быстро и красиво. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! А теперь готовим мои любимые сырники. Беру творог 4 пачки. К нему добавляю 4 яйца, 4 столовые ложки манки, 4 столовые ложки сахара, 1 чайная ложка соли. А дальше можете добавить всё, что угодно. Изюм, курагу, корицу, кокосовую стружку. Я решила делать с изюмом. Хорошо вымешиваю и формирую сырники, обваливая их в муке. Муку я предварительно насыпала в мешочек, так удобнее и чище. Хотела бы добавить, что качество сырников напрямую зависит от качества творога. Если у вас есть возможность, возьмите вот такой белебеевский творог, как я вам показала в начале видео. Из него получится 100%. Ну, или другой проверенный вами творог. Я как-то взяла незнакомую марку творога, и сырники из неё у меня не получились. Творог расплавился и превратился в резиновую сырную массу. При формировании, если творог правильный, сырники не должны липнуть к рукам. Тесто получается наподобие глины. Легко лепится. Такие сырники получаются очень вкусные. Они не приторные. Имеют приятный вкус с творожной кислинкой. Так, ребят, я закончила с приготовлением полуфабрикатов. Вот что у меня получилось. Смотрите. Манты, розочки. Бифштекс с помидором. И с сыром. Его можно запросто запечь в духовке. Кстати, приготовление вот этих мантов может быть как и обычное, так и вот сейчас, в данный момент, варю себе в обыкновенной сковородке. Такие вот голубцы по форме. Вот я вам сложила их вот так. Примерно они и будут лежать в кастрюле. Это вариант приготовления. Он удобен тем, что их вот так вот можно выложить на дно кастрюли. Как видите, кругом. Так как кастрюли у нас у всех круглые. И вот в несколько рядов. Этим удобен такой вариант. Ну, если вам нравится обычный вариант приготовления, делайте обычный. Это не важно. В общем-то, главное, что голубцы есть. И в любое время вы их можете достать и приготовить. Здесь у меня ёжики, я их называю. Это фарш с рисом, оставшийся от голубцов. Или по-другому их называют севтели. Я не знаю, все по-разному. Здесь у меня бёдра в греческом соусе. Здесь голени с лимоном и розмарином. Здесь крылышки в соевом маринаде с кунжутом. Очень вкусно. Налепила я сырники с изюмом. Тоже хватит нам и сейчас поесть, и на заморозку. Ну, и оставшееся я всё сразу разделила по пакетам. У меня осталось два пакета фарша. Тоже фарш всегда выручают, когда он есть в холодильнике. Это мясо. Для мяса по-французски я его сразу нарезала пластами. Это свинина. Это мясо на гуляш. И грудка целая, кусочками. Ну, в разных вариациях. Вот такая заготовка у меня сегодня получилась. Нам на семью из двух человек, я думаю, этого даже примерно на месяц хватит. Какие-то гарниры отваривать. И вот, пожалуйста, супы, естественно, я варю свежие. Надеюсь, я вам какие-то идеи подала. Может быть, вы всё это знали. Напишите, что знали, что узнали от меня. Я тоже, в свою очередь, попыталась сделать что-то новое. Вот для меня новые были манты. Такая форма лепки. В общем-то, она не очень сложная. Единственное, нужно к ней приспособиться. Всё, всем спасибо. И до встречи в новых видео. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова